Привет! Как дела? Сегодня рассказ о том, как я искала людей для практической части моей магистрской диссертации в Лондонском университете. Итак, напомню, для практической части диссертации нужно сделать качественный или количественный опрос экспертов или опрос некой категории людей. По той теме, по которой вы пишете, если это количественный опрос, вам надо опросить как минимум 100 людей разных категорий, разных групп, разных национальностей и, возможно, разного возраста, а также разного пола мужчин и женщин. Допустим, некоторые студенты у нас писали про лидершип в какой-то организации, допустим, в банковской сфере. Для этого вам надо найти банковских работников, которые могут рассказать о лидерских способностях своего начальника, ответив конкретно на ваши вопросы. Я не делала количественный опрос, потому что мне, как студенту, приехавшему из-за границы, я думаю, очень многие сталкиваются с этим, невозможно найти в короткие сроки такую большую группу людей, не зная вообще, не ориентируясь в Лондоне и не зная, в какой банк прийти. Просто так же с бухты-барахты не придёшь, в банк и не скажешь, пожалуйста, дайте мне ваших сотрудников, чтобы я их опросила. Нет, там ещё и этика действует. Для того, чтобы опросить кого-либо, надо ещё пройти полностью этический процесс. Этика следит за тем, чтобы вы не обидели и не оскорбили какого-либо человека, чтобы у того или иного человека, которого вы опрашиваете, не взыграли какие-либо эмоции, и вы не довели его до истерики или до срыва. Поэтому тут ещё надо подумать, какие вопросы задавать людям, чтобы не задеть их чувств. Я же делала качественный опрос. Качественный опрос кроется в том, что вам надо найти экспертов, 8, 10, 15 человек, конкретно ориентирующихся в вашей теме. У меня была тема «Виртуальная реальность в бизнесе», о ней я уже рассказывала и про теоретическую часть, какие наработки я нашла и что я использовала в практической части. И я придумала несколько вопросов для того, чтобы задать их экспертам. У меня было 10 вопросов, и в процессе возникло ещё 2. Все эти 10 вопросов надо было согласовать с комиссией по этике, что я и сделала. Но об этом я уже рассказывала, а сейчас я хочу рассказать, где конкретно я искала этих экспертов, потому что, опять же таки, как международный студент, впервые приехавший в Лондон, но мне повезло, я уже жила в Лондоне 7 лет к тому моменту, и как раз уже ориентировалась и примерно знала, где могу найти этих экспертов. Спасибо моей репортерской профессии и выставкам, которые я уже посещала к тому моменту. А вот для тех студентов, кто приезжает сразу же учиться на магистрский курс, очень сложно ориентироваться в Лондоне. Вы только полгода привыкаете, как там жить в этом Лондоне, открываете банковские счета и тому подобное. В общем, только-только начинаете ориентироваться, а уже сдавать через полгода, начинать писать диссертацию, а вы не знаете даже, где брать этих экспертов. Так вот, что я рекомендую для тех, у кого нету связей в Лондоне, у кого нету родителей, которые могут посоветовать некую фирму или свою фирму, где вы можете опросить сотрудников и сделать количественный опрос. Количественный опрос – это намного легче. Вы просто тупо пишете 50 вопросов и даете анкету человеку, который отвечает на эти 50 вопросов. Потом вы просто сводите эту статистику и вы даете цифры. И на основании этих цифр вы делаете какой-то анализ и умозаключение, пишете по своей теме, что вы нашли, что вы уже так и думали, как и в вашей теории наверняка звучало, что так оно и должно быть. А что вы нашли как новинку или что-то необычное, нестандартное открыли в этом опросе. У экспертов же в качественном опросе вам в основном нужно искать всегда что-то новое. Вы можете подтвердить некие знания, но в основном вам открываются какие-то новинки. Экспертный анализ, скорее всего, будет по темам. Новые технологии, инновации – это то, о чём я писала свою диссертацию. Так вот, своих экспертов я и искала на таких выставках, которые назывались «Новые технологии», «Инновации», «Big Data», «Blockchain», «Internet of Things», «Retail», «Marketing». Таких выставок в Лондоне не так много. В месяц проходит одна, две, три выставки максимум. Именно по этой тематике. И найти экспертов за два месяца, мне надо было 8-10 экспертов, было очень нелегко. Так как выставки в основном проходят в выставочном центре «Олимпия» и в выставочном центре «Эксель», я буквально иногда в день делала одну выставку в «Олимпии» и сразу же ехала в «Эксель», спрашивая там у экспертов, могут ли они мне дать интервью. То есть это интервьюшки, которые я ходила с диктофоном и с микрофоном и записывала их ответы экспертов. Мне изначально не повезло. В феврале, когда я начала уже искать этих экспертов, я планировала найти всех их на выставке, которая называется «Vertex», то есть «Виртуальная реальность Экспо». Но там я нашла только всё, что касается виртуальной реальности в играх, в компьютерных играх, в бизнесе. Никого я там не нашла. Походила, поспрашивала, говорю, а где мне взять вот таких экспертов, которые могут мне про бизнес что-либо рассказать? Говорят, «Ой, слушайте, а мы не знаем, мы знаем про игры, про всё такое, но попробуйте какие-то другие выставки». А других выставок до марта не было. И так вот я уже приходила к своему куратору и говорю, «А что делать, если я вообще никого не найду?» Говорят, «Ну, наверняка ты кого-то найдёшь, одного, двоих, если что, мы сделаем кейс-стади». Кейс-стади — это одна фирма, которую ты полностью досконально изучаешь и делаешь какую-то экспертную оценку того, что у них происходит в области, допустим, виртуальной реальности, что я писала, какие у них идут продвижения в бизнесе и как виртуальная реальность помогает им в бизнесе. На тот момент, ещё в феврале, я ходила на китайский Новый год. Там была такая палатка, где представляли виртуальную реальность как раз те ритейлеры, которые продают в Китае квартиры при помощи виртуальной реальности. Об этом я уже рассказывала, как пример своей теоретической части. И вот я как бы немножечко с ними поговорила, они мне дали визитку и сказали, «Ну да, обращайся, если что, если будут вопросы». И вот они единственные, которые у меня были на тот момент, и остались. И они мне дали интервью. После этого, где-то в апреле, я с ними связалась, и по имейлу они мне ответили на все мои вопросы. Плюс к тому, в феврале я попробовала зайти на мою любимую выставку Broadcast and Video Expo BVE Show, где в основном представляют новые технологии в области фото и видеокамер, дроны, ну, в общем, всё для съёмочной площадки, green screen и так далее. То есть это мне было всегда интересно по моей предыдущей специализации digital film и видео, когда я училась на видеорежиссёра. И надеялась, что что-то в области виртуальной реальности я смогу найти и на этой выставке. Там были представлены, по-моему, Lenovo, но, опять же таки, они там просто что-то рисовали, как в качестве развлечений. Виртуальная реальность, как entertainment. Это немножечко не моя область. Я Lenovo поспрашивала, говорю, а есть у вас что-то для бизнеса? Они говорят, ну, мы делаем software, hardware, то есть внутренности, вот эти наполнения, очки, всё это. Но с бизнесом мы пока никак не связаны. Мы только делаем эти технологии, которые помогают бизнесам использовать виртуальную реальность. Также я посетила в феврале Learning Technology Expo в Excel, который, кстати, будет проходить в феврале этого года, также в Excel. Там тоже были некие интересные наработки, как при помощи виртуальной реальности люди учатся, изучают язык, изучают, как делать те или иные вещи. В основном это для инженеров, строителей, конструкторов. Особенно дополненная реальность помогает видеть, что тебе надо сделать в данный момент в очках, а не читать какую-либо инструкцию и потом только делать. То есть ты делаешь что-то, и в очках тебе показывают. Нажмите кнопку «это», «это вам поможет то-то», поднимите этот рычаг, чтобы вам что-то там сделалось. В общем, да, в обучении виртуальная реальность тоже используется, но в бизнесе на этой выставке я ничего не нашла про виртуальную реальность. И вот так вот ходила, ходила по разным выставкам и думала, наверное, ничего я не найду. И тут появилась выставка EmTechs в Excel Marketing and Technology Expo. Как раз там я нашла около шести экспертов, которые сказали, да, 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 мы дадим тебе интервью, у нас как раз то, что ты ищешь. Там были и голограммы, и виртуальная реальность, и дополненная реальность. Но только один из тех экспертов, кто дал мне визитку, ответил мне впоследствии, и это был мой первый интервьюер, у которого я взяла интервью на тему виртуальная реальность в бизнесе. И он достаточно много информации, новой, полезной, дал мне для моей диссертации. Спасибо ему огромное. Благодаря его первому интервью я нашла, куда мне двигаться дальше и где мне дальше продолжать искать экспертов, и что мне у них спрашивать. После этого у нас в Олимпии была такая выставка под названием Internet of Things Tech Expo. Огромное количество экспертов в области блокчейнов, Big Data, Cyber Security, Artificial Intelligence и Cloud Expo. Это очень здоровенная такая массивная выставка для суперэкспертов. Один билет, самая минимальная стоимость, стоила 375 фунтов. Максимум там заходил, по-моему, за 2000 фунтов. А я взяла пресс-аккредитацию и спокойно прошла бесплатно в поисках своих экспертов. Кроме этого, конечно же, я делала репортаж. Естественно, мне надо было отработать свою аккредитацию. Но суть не в том. На самой выставке очень много интереснейших семинаров, которые я просто стояла, открыв рот, слушала и блокчейны, и Big Data. Всё это было интересно, но мне надо было искать экспертов. И у меня было не так много времени, поэтому я практически пробежала по рядам, просмотрела, у кого есть какие-либо очки виртуальной реальности, и связано ли это как-то с бизнесом. Единственное, что я нашла, это Dell. Dell представлял свои очки виртуальной реальности немножечко в другой сфере, но я у них поспрашивала, говорю, у вас есть что-то связанное с бизнесом? Они говорят, да, мы начинаем разрабатывать, да, у нас есть какие-то контакты с бизнесами, да, что-то есть, что-то можем вам рассказать. Что-то мне потом рассказали. Мне пришлось на второй день этой выставки прийти и уже конкретно взять интервью. Кроме того, ещё одна выставка Retail Expo проходила уже в мае, по-моему, 3-го числа, а у нас 3-го уже был дедлайн, 3-го надо было сдать свою диссертацию, но я продлила срок для абсолютно всего курса до 19-го мая, то есть наш дедлайн немножечко сдвинулся на 2 недели, потому что я написала нашему проректору, что этику нам очень долго не давали, около месяца мы ждали, а без этики, без подтверждения того, что мы можем уже задавать наши вопросы экспертам или людям, которых мы опрашиваем для количественного опроса, мы не могли начать нашу практическую часть, мы не могли опрашивать людей, пока нам не прислали из университета подтверждение, на специальном таком листочке подтверждение, что да, эти вопросы этичны, и вы можете их задавать своим людям. И как раз вот на этой выставке, в официальный день сдачи нашей диссертации, 3-го мая, я нашла очень много экспертов, которые рассказывали как раз-таки про виртуальную реальность, про дополненную реальность, как она будет помогать в бизнесе. Там появилось очень много гаджетов, которые помогают людям в бизнесе, допустим, в магазине дополнить недостающую продукцию, просто наведя телефоном на полку с товарами, вы можете увидеть, сколько товаров осталось на полке, сколько у вас есть на складе, это при помощи дополненной реальности, вы просто наводите на товар телефон, и вы видите, сколько этого предмета для продажи у вас осталось на полке, сколько у вас этого товара хранится на складе, и вы просто нажимаете, сколько вам надо заказать, для того, чтобы обновить или дополнить сток. Вот, как-то так, вот такие вот выставки мне реально помогли. Да, я ходила на эти выставки не просто так, мне очень нравился бизнес и все профессиональные выставки, которые как-либо касаются моих тематик, видео, продакшн и бизнеса, я старалась посещать. И даже сейчас мне уже на этот год прислали приглашение и уже дали подтверждение, что я зарегистрирована как пресса и могу снова прийти и сходить. По-моему, она будет проходить в марте, если я буду в Лондоне, обязательно схожу и расскажу вам, что новенького предлагает нам технологический инновационный мир. Пока на этом все, о каждой выставке и о том, что я нашла и что там вообще происходило на этих выставках, буду рассказывать чуть попозже. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Продолжение следует...